Третья глава книги Прока и Ремии Говорят, если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него и сделается женой другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Не осквернилась ли бы этим страна-то? А ты со многими любовниками блудодействовала, и однако же возвратись ко мне, говорит Господь. Подними глаза твои на высоты и посмотри, где они блудодействовали с тобою. У дороги сидела ты для них, как оравитянин в пустыне, и осквернила землю блудом твоим и лукавством твоим. Зато были удержаны дожди, и не было дождя позднего, но у тебя был лоб блудницы, ты отбросила стыд. Не будешь ли ты отныне взывать ко мне, отец мой? Ты был путеводителем юности моей. Неужели всегда будет он во гневе, и неужели вечно будет удерживать его в себе? Вот что говоришь ты, а делаешь зло и преуспеваешь в нем. Господь сказал мне во дни Иосии царя, видел ли ты, что делала отступница дочь Израиля? Она ходила на всякую высокую гору и под всякое ветвистое дерево, и там блудодействовала. И после того, как она все это делала, я говорил, возвратись ко мне. Но она не возвратилась. И видела эта вероломная сестра ее Иудея. И видел, что когда за все прелюбодейные действия отступницы дочери Израиля я отпустил ее и дал ей разводное письмо, вероломная сестра ее Иудея не убоялась, а пошла и сама блудодействовала. И явным блудодейством она осквернила землю и прелюбодействовала с камнем и деревом. Но при всем этом вероломная сестра ее Иудея не обратилась ко мне всем сердцем своим, а только притворно, говорит Господь. И сказал мне Господь, отступница, дочь Израилева, оказалась правее, нежели вероломная Иудея. Иди и провозгласи слова сии к северу и скажи, возвратись, отступница, дочь Израилева, говорит Господь. Я не изолью на вас гнева моего, ибо я, милостив, говорит Господь, не вечно буду негодовать. Признай только вину твою, ибо ты отступила от Господа Бога твоего и распутствовала с чужими под всяким ветвистым деревом, а голоса моего вы не слушали, говорит Господь. «Возвратитесь, дети отступники, говорит Господь, потому что я сочетался с вами, и возьму вас по одному из города, по два из племени, и приведу вас на Сион. И дам вам пастырей по сердцу моему, которые будут пасти вас со знанием и благоразумием. И будет, когда вы размножитесь и сделаетесь многоплодными на земле, в те дни, говорит Господь, не будут говорить боли и ковчег завета Господня. Он и на ум не придет, и не вспомнят о нем, и не будут приходить к нему, и его уже не будет. В то время назовут Иерусалим престолом Господа, и все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалим и не будут более поступать по упорству злого сердца своего. В те дни придет дом Иудин к дому Израилеву, и пойдут вместе из земли северной в землю, которую я дал в наследие отцам вашим. И говорил я, как поставлю тебя в число детей, и дам тебе вожделенную землю, прекраснейшее наследие множества народов, и сказал, ты будешь называть меня отцом твоим, и не отступишь от меня. Но поистине, как жена вероломно изменяет другу своему, так вероломно поступили со мною вы, дом Израилев, говорит Господь. Голос слышен на высотах, жалобный плач сынов Израиля о том, что они извратили путь свой, забыли Господа Бога своего. Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность. Вот мы идем к тебе, ибо ты, Господь, Бог наш. Поистине, напрасно надеялись мы на холмы и на множество гор, поистине в Господе Боге нашем спасение Израилева. От юности нашей эта мерзость пожирала труды отцов наших, овец их и волов их, сыновей их и дочерей их. Мы лежим в стыде своем, и срам наш покрывает нас, потому что мы грешили перед Господом Богом нашим. Мы и отцы наши, от юности нашей до сего дня, и не слушались голоса Господа Бога нашего. Субтитры создавал DimaTorzok